Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универтв». Сегодня в нашей программе мы вам расскажем о том, как студенты отпраздновали 25 января. 25 января, как известно, Татьянин день, день студенчества России. Студенты Казанского федерального университета отпраздновали его в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Тематика праздника была посвящена 100-летию Татарской ССР. 25 января в культурно-развлекательном центре «Пирамида» города Казани прошел заключительный этап республиканского конкурса «Студент года 2019». Из рук президента Татарстана Рустама Мениханова гран-при получил студент Казанского федерального университета Камалиддин Бабахонов. Президент России Владимир Путин в своем послании федеральному собранию предложил увеличить бюджетные места, научный вид обучения для подготовки врачей, педагогов и инженеров, причем в приоритетном порядке для университетов в регионах, что думают об этом в Казанском федеральном университете. Искусственное мясо из конины разрабатывает ученые нашего университета. Мышечные клетки животного помещают в биореактор и насыщают белком для роста тканей. Продукт будущего экологичен, полезен и не требует убийства животного. Так ли все идеально? Университетская клиника Казанского федерального университета провела прямую трансляцию операции в рамках седьмой международной научной конференции ТРЭК-2020. Трансрадиальный эндоваскулярный курс. Конференция подобного рода проводится в Казани впервые. События последних недель до сих пор остаются главной информационной повесткой в России. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию предопределило уход старого правительства и назначение нового. Министерство науки и высшего образования возглавил бывший ректор Тюменского государственного университета Валерий Фольков. А Министерство просвещения возглавил бывший руководитель Рособранадзора Сергей Кравцов. В послании Владимир Путин обозначил весьма важный для вузов регионных вопрос увеличение количества бюджетных мест очного вида обучения. Причем было особо подчеркнуто, что в приоритетном порядке нужно отдавать эти места именно в те территории, где не хватает врачей, педагогов и инженеров. Что об этом думают в Казанском федеральном университете? В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения бюджетных мест на очное образование вузы страны. Важным аспектом в этой инициативе явилось утверждение о приоритете распределения квот для региональных вузов, именно тех территорий, где существенный дефицит врачей, педагогов и инженеров. Особый акцент был сделан на подготовку в медицинских кадрах. В связи с этим президент страны предложил изменить порядок приема по медицинским специальностям. В частности, на лечебное дело 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия 75%. Что касается ординатуры, было предложено по самым дефицитным направлениям установить почти 100% целевое обучение. Сейчас поставлена задача, чтобы каждый регион, каждый район, каждый город посмотрел, каких специалистов у них не хватает и сформулировал свои заявочные листы, что им необходимо конкретно обучить, например, столько-то врачей, чтобы через 6 лет к ним приехали эти молодые специалисты. Теперь квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов в обмен на гарантию трудоустройства врачей. В идеале это должно решить проблему нехватки кадров в области здравоохранения по всей стране. 100 бюджетных мест. 70% должно быть, согласно посланию президента, на лечебное дело это целевых мест. Но это не значит, что к нам на целевые места должно прийти ровно 70 человек. Там тоже конкурсная группа, она так и называется, конкурсная группа по целевому набору. Туда может прийти 71, может 140 прийти с договорами, я имею в виду с направлениями целевыми. Потому что если они поступили, потом заключается договор. Может прийти и тысяча. Но у нас на целевиков всего по квоте будет 70 мест. И между ними должен разыгрываться точно такой же конкурс. Это значит, что конкурс на целевой прием останется прежним и не будет системно отличаться от конкурса бюджетников. Разве что повысят пороговые баллы. И, конечно, увеличится количество мест. Но не все так просто. Есть ряд моментов, резко усиливающих ответственность как самих студентов, так и будущих работодателей. В части квот по целевому обучению. Целевой набор, он предусматривает две вещи. Первое, это как минимум трехсторонний договор. То есть между тем, кто будет обучаться, тем, кто его посылает. И тот, кто посылает в этом договоре, должны быть прописаны еще так называемые гарантии. Это материальная какая-то поддержка. Может быть съем жилья, может оплата стипендий дополнительная. Второй момент, это обязательно там прописано должно быть, где он будет трудоустроен. Он заранее должен знать, на какую должность, если он поступит и обучится, он потом приходит работать. Там же прописано, что после целевого обучения ты три года должен отработать именно там, где в договоре указано, что ты должен прийти на работу. Все это здорово, но там есть несколько таких моментов, когда ты, в принципе, можешь не приехать на это место работы, но это очень. Это если ты получил инвалидность, если, например, девушка вышла замуж, а у нее муж военнослужащий, то есть вот такие. Но во всех других случаях, не только если ты не приехал туда работать, а если тебя отчислили как целевика по неуспеваемости, ты должен возместить денежные траты, которые государство понесло, обучая тебя этой специальности. Отчислили тебя, то есть сейчас же у нас есть подушевое финансирование, то есть очень четко известно, сколько стоит обучение, например, по специальности лечебное дело одного человека. Соответственно, если ты был отчислен, проучился один год, на тебя было израсходно, например, 140 тысяч, то эти 140 тысяч ты должен будешь вернуть в казну непосредственно высшему учебному заведению. Если заключен договор об образовании в целевом наборе, человек проучился, студент проучился, пошел работать, а работодатель говорит, нет, ты меня не устраиваешь, я тебя увольняю. В этом случае работодатель обязан быть вернуть в бюджет все затраты на образование, которые были понесены. Поэтому работодателю совершенно сейчас невыгодно готовить специалистов, которые будут уволены через несколько месяцев, по несоответствия. Поэтому не надо здесь так думать, что это вот такое распространенное мнение есть, что целевое это просто так прикрытие. Нет, это совершенно серьезная вещь. Но не только о врачах шла речь в послании президента. Проблема с нехваткой педагогов в школах России стоит не менее остро. Очень важная проблема состоит в том, что в стране сейчас достаточно много людей, которые не могут найти себе работу, и в них нуждается современная школа. Особенно речь идет о мужчинах, и, например, я знаю примеры многих технических вузов, выпускники которых были бы крайне нужны для школы в качестве педагогов дополнительного образования, технического творчества, учителей технологии, физики, химии, математики, где априори должно быть много мужчин. И вот такая армия людей, которые могли бы прийти в учительскую профессию, в России является достаточно большой. И во всем мире сейчас для таких людей, некоторые из которых находятся уже в зрелом возрасте, и которые осознанно хотят быть учителями, существуют дополнительные программы подготовки. В мире это называется боковой вход в учительскую профессию. Мы тесно сотрудничаем, например, с техническим университетом Дрездена, где эти модели уже успешно внедряются в практику. То есть, например, айтишник, либо технарь, либо инженер, который хочет прийти в школу, для него организуются сравнительно непродолжительные, в среднем это одногодичные курсы, очень тесно связанные с практикой, с непосредственной работой в школе, с наблюдениями за работой лучших учителей. Это очень интересные технологии, которые у нас есть тоже в теории, и которые могли бы мы реализовать в Казанском федеральном университете. Поэтому, если такие инициативы будут внедряться в ближайшие годы, Казанский университет, опять-таки, с позиции своего теоретического багажа и тех наработок, которые мы имеем, он бы очень хорошо вошел в эту систему, чего не могут сделать традиционные педагогические вузы, ввиду того, что они не являются многопрофильными, они не являются комплексными. А вот у таких университетов, федеральных университетов, как наш Казанский федеральный университет, такие возможности существуют. Я думаю, учитывая, что мы в контакте, во взаимодействии с зарубежными коллегами, сейчас имеем у себя в багаже различные модели, и они уже готовы к внедрению, мы бы, наверное, здесь попали в точку. В послании президента России было отмечено, что сегодня скорость технологических изменений в мире многократно возрастает, в связи с чем необходимо создать собственные технологии и стандарты в тех направлениях, которые определяют будущее. Речь шла об искусственном интеллекте, новых материалах, источниках энергии, цифровых технологиях. Это именно те области, где наиболее востребованы инженеры новой формации. Инженеров сегодня не хватает. Не хватает инженеров вполне по очевидным причинам. Это и то, что сегодня высокотехнологичное производство возникает, связанное с внедрением цифровых технологий, возникают новые специальности, новые направления подготовки. И, кстати, я должен сказать, что с будущего года мы в университете открываем, будем магистровскую программу, специально направленную на подготовку специалистов в области цифровой трансформации предприятий. Это вот тоже такие инженеры высокого уровня, которые сегодня очень востребованы. Но здесь увеличение числа бюджетных мест можно связывать и с тем, что инженерные специальности, инженерные направления подготовки, в части, касающиеся программной инженерии, да, действительно, они пользуются популярностью. И, кстати, на них уже в 2020 году только по нашему университету произошло увеличение на 20 бюджетных мест. Но есть инженерные направления подготовки, которые очень затратны с точки зрения, скажем, технической физики, очень затратны, относятся к третьей системы основной группе. И, естественно, что контрактное обучение студента не в состоянии, поскольку они понимают, что когда они вкладывают деньги в образование, они должны потом, это где-то, ну, через 2-3 года купить эти деньги после окончания образования. А здесь работа такая, что в течение такого короткого времени оборотистости или, там, скажем, возврат этих денег не предвидится. Поэтому люди не вкладывают деньги, собственные деньги в такое образование. Это дорогое, это стратегическая задача государства, именно, готовить таких специалистов, которые необходимы для работы и в отраслях оборонной промышленности, и в высокотехнологичных отраслях, и так далее, и так далее. Региональные вузы отреагировали на предложения президента страны вполне предсказуемым образом. Решения очень правильные, своевременные и эффективные. Почему? Вот на сегодняшний день практика такова. Основное количество бюджетных мест раздавалось по крупным городам, в первую очередь Москва, Санкт-Петербург, и остаточный принцип шел на регионы. Поэтому, естественно, у нас мы испытывали дефицит бюджетных мест. У наших местных школьников теперь появляется больше возможностей учиться в наших вузах, получать достойное образование и оставаться здесь, причем учиться на бюджетной основе. В разных регионах есть очень хорошо развитая сеть, и федеральные университеты есть, и национальные исследовательские университеты есть. В каждом регионе имеются такие университеты, и образование в них ничуть не хуже, чем в столичных вузах. Но затраты на образование, конечно же, отличаются, поскольку отличается уровень жизни. Поэтому здесь механизм есть и просто увеличение числа бюджетных мест за счет дополнительных ассигнований из бюджета, а также перераспределение между, скажем так, регионами и столичными вузами. Но и следующий момент – это то, что каждое направление подготовки имеет свою стремостную группу. Всего таких стремостных групп имеется три. Медицинское образование, кстати, относится к третьей стремостной группе, оно достаточно дорогое. Но педагогическое образование относится, если я правильно помню, к первой стремостной группе, оно не такое дорогое. Поэтому здесь, когда мы говорим о перераспределении числа бюджетных мест, мы тоже должны иметь в виду, что переход определенного числа бюджетных мест из одной стремостной группы в другую тоже связан с изменением общего бюджета высшего образования в Российской Федерации. Согласно информации на сайте партии «Единая Россия», по инициативе членов партии срок утверждения контрольных цифр набора будет продлен до 15 февраля. Изначало было 31 января. До 15 марта будет объявлен конкурс для участия вузов в распределении контрольных цифр набора. Подведение итогов конкурса среди образовательных организаций планируется 31 мая 2020 года. В своем недавнем ежегодном послании президент Путин предложил увеличить число бюджетных мест в вузах по специальностям педагогов, врачей и инженеров. При этом президент сделал важное уточнение. Эти места должны достаться в первую очередь региональным вузам, что, по мнению Путина, исправит ситуацию с нехваткой кадров и станет стимулом для закрепления молодых специалистов в регионах. У этого предложения есть несколько измерений. Во-первых, оно идет вразрез с планами уже бывшего правительства Дмитриева Медведева. Напомним, летом 2019 года правительство России предоставило доклад о политике в сфере образования, согласно которому в 2024 году число бюджетных мест в вузах России должно сократиться на 17%, с нынешних 518 тысяч до 432 тысяч бюджетных мест. Сейчас эти планы дезавуированы, во всяком случае на словах. Во-вторых, предложение Путина напрямую касается нас, то есть Казанский федеральный университет, будучи региональным, наш вуз правит рассчитывать на увеличение госзаказа, в первую очередь по линии подготовки учителей. Если это произойдет, то в очередной раз подтвердится пророчество ректора КФУ Эльшата Гафурова десятилетней давности. В те времена в университете гремели жаркие споры вокруг присоединения КФУ Казанского пединститута и горячей головы не стеснялись называть присоединяемую ПЕД гуманитарной помойкой, которая потянет вниз весь университет. На что тогда еще наиспеченный ректор веско парировал. Еще неизвестно, станет ли государство и дальше финансировать физику, химию и прочие университеты образующие направления, но госзаказ на подготовку педагогов будет гарантирован всегда. Собственно, президент Пути в своем послании эту гарантию в очередной раз подтвердил. В-третьих, региональный акцент, обозначенный в послании, должен несколько исправить тот очевидный дисбаланс между бюджетным финансированием столичных и региональных вузов. Все последние годы столичные вузы наращивали количество бюджетных мест за счет сокращения таковых в регионах. Что создавало эффект пылесоса, когда лучшие абитуриенты из регионов, стубальники и прочие выбирали столичные вузы для получения бесплатного высшего образования. При этом регионы теряли потенциально классных специалистов, которые после столицы не возвращались в провинцию. Крови тому, стоимость обучения одного студента в столице в 2-3, а то и в 4 раза выше, чем в региональных вузах. Другими словами, один специалист, обученный в столичном вузе, обходится госбюджетом в 2-4 раза дороже подготовки такого же специалиста в вузе региональном. Путинские предложения должны несколько исправить эту ситуацию. Что касается эффективности предложенных посланий и мер, особенно в части ликвидации дефицита молодых кадров в провинциальных школах и больницах, то они вызывают сомнения, потому что проблема нехватки кадров лежит не в плоскости образования, а в экономическом положении врачей и учителей в регионах. В бедственном положении. Российские вузы могут до бесконечности расширять бесплатный прием на эти специальности, но не факт, что их выпускники выберут стезю бюджетного педагога или врача, почти гарантирующий им сегодня бедность и унижение. Собственно, именно эта бедность и униженность являются причиной оттока кадров из этих профессиональных сфер и настоящих вариантов исправления этого положения всего два. Или повышать доходы в этих профессиях, или же опускать уровень жизни в целом по стране настолько, что даже нынешние мизерные зарплаты бюджетных врачей и учителей покажутся вполне приемлемыми на фоне нищенских доходов в других сферах экономики. Искусственное мясо как продукт питания в недалеком будущем. Об этом, кажется, уже говорят чуть ли не с конца прошлого столетия. Мало того, оно уже как бы употребляется пищей. Но в данном случае скорее речь идет о растительном аналоге мяса, основанного на соевом белке, который имеет мало общего с натуральным. Мы же хотим вам рассказать об искусственном мясе, которое ни по вкусу, ни по составу никак не отличается от натурального. Мало того, оно экологичнее, безопаснее и полезнее. При этом не нужно будет убивать лошадей. Мышечные ткани животного помещают биореактор и насыщают белком для роста тканей. В мире насчитывается более 30 компаний, занимающихся говядиной или свининой. Ученые Казанского университета решили заняться искусственной кониной, потому что уже есть опыт и наработки в области генной терапии и травмы лошадей совместно с Ноттингемским университетом Великобритании. Подробности в нашем репортаже. Через каких-то три года ревсияне смогут впервые отведать искусственную конину или осетрину, обещают ученые Казанского федерального университета. Это не то, знакомое многим веганам соевое мясо. Это уникальный продукт, который будет выращен из стволовой клетки животного. Уже сейчас мы первый этап успешно реализовали. Это взятие биопсии у животного. А после чего из этого материала мы в лаборатории вырастили клетки. Это мышечные клетки, стволовые клетки, жировые клетки. И сейчас уже мы работаем над следующим этапом проекта. Это, во-первых, удешевление процесса, потому что на данный момент это очень дорогое удовольствие. И следующим этапом будет уже упаковка клеток в определенную структуру, которая уже будет напоминать мясо. Идея создания искусственного мяса, конины и осетрины зародилась у генерального директора арт-питт Аскара Латышева, который не понаслышке знаком с учеными Казанского университета и их разработками в области биомедицины. Я искал в интернете новые интересные темы, которые можно было бы развивать именно в Казани. И поскольку я знаю, поскольку я работал в КФУ до этого, я знаю, что есть сильная группа ученых под руководством Альберта Анатольевича Резванова. И здесь, в Казани, реально было бы действительно это начать делать. Не случайно исследованием занимаются ученые Казанского федерального университета. Специалисты OpenLab генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ уже не первый год занимаются исследованиями в области генных технологий, а также исследованиями порнокопытных. Так, с помощью уникального генетического укола, разработанного в КФУ, ветеринары Подмосковья в рекордные сроки полностью восстановили лошади Афродити, порванную с вхожилия. Мы уже на протяжении многих лет ведем проекты по регенеративной ветеринарии и исследуем, например, процессы регенерации, то есть восстановления разных тканей, в том числе и у лошадей. Это и мышечная ткань, и сухожилия, и костная ткань. И, безусловно, у нас есть определенный опыт фундаментальных исследований в области регенерации, то есть роста тканей, в том числе и лошадей. Культивированием мяса занимаются уже не первый год. Сейчас в мире созданием искусственного мяса занимаются порядка 30 компаний, но никому пока не удалось вывести реальный продукт на рынок. В данный момент в мире порядка 30 компаний, которые разрабатывают искусственное мясо. Но гораздо больше компаний, которые разрабатывают заменители мяса. И вот то, о чем вы говорите, это именно заменители мяса, когда используется зачастую это растительное сырье. Мы же говорим именно об искусственном мясе, который состоит из клеток. Компании, которые занимаются культивированием, в основном выращивают говяжье мясо. Самый употребляемый и любимый продукт человека. Ученые Казанского федерального университета пошли дальше и взяли за производство конины и осетрины. Они важны именно для Татарстана этнически. Канина – это один из важных национальных продуктов для нас татар. Ну и осетрина тоже. Осетрина мы помним, что исторически всегда была промысловой рыбой в Татарстане. Сейчас ученые ищут оптимальные условия и состав питательной среды для того, чтобы мышечные компоненты могли расти с максимальной скоростью. Именно активность клеточного развития является одной из важнейших характеристик для дальнейшего масштабирования технологии, которая позволит применить ее в промышленных масштабах. В этих матрасах, пластиковых колбах в виде монослоя, то есть толщиной в одну клетку, растут пленочки из клеток человека или животных. То есть в зависимости от того, делаем мы ветеринарный проект или разрабатываем технологии для медицинского применения. Тем не менее, мы не получим идентичного коня или осетра. Предполагается, что выращены будут стейки – самое ценное и вкусное мясо. Ожидается, что потребитель не почувствует особой разницы между культивированным мясом и традиционной едой. Существует несколько подходов к формированию стейка. Самый первый стейк получили из тонких слоев клеток, которые сложили в стопочку, как листы бумаги. Этот подход очень дорогой, потому сейчас развивается технология трехмерной печати. Так, ученые Казанского федерального университета уже вырастили мышиную козль для трансплантации. Это напечатанная на биопринтере бедренная кость крысы. Мы надеемся получить полноценный трансплантант, который можно использовать и уже в медицине. Главным преимуществом такой конины или осетрины ученые называют ее экологичность. Новый способ производства потребует меньшего количества таких ресурсов, как земля, пресная вода и электроэнергия. В будущем не нужно будет выращивать и, что важно, убивать животное для того, чтобы питаться мясом. Кроме того, есть и экологическая сторона вопроса. При такой технологии ожидается, что и выбросы СО2 будут существенно меньше, не будет загрязняться почва антибиотиками, будет использоваться меньше пестицидов, потому что животных надо кормить, едят они траву, а чтобы, ну, не только траву, а растения. И чтобы эти растения выращивать, тоже надо использовать различные химические вещества. Так что и не надо будет вырубать леса для того, чтобы под новые пастбище. Так что с этической и экологической стороны это мясо исключительно выигрышное. Хотя для получения мяса из пробирки не приходится убивать животных, из их тел вырезают клетки. А значит, веганам такой продукт не подходит. Безусловно, он будет состоять из белков животного происхождения. Поэтому для веганов, которые не принимают животный белок в любой форме, он не будет подходить. А вот для вегетарианцев, которые, например, либо не строгие, либо стали вегетарианцами по морально-этическим соображениям, этот продукт уже может быть более, скажем так, применим, импонировать для этой группы населения. Ожидается, что первый продукт компании «Артми» для использования в кулинарии будет произведен приблизительно через три года. После этого блюда из искусственного мяса могут появиться в дорогих ресторанах и на полках магазинов по цене продуктов премиального сегмента. В настоящее время численность нашей планеты, численность населения, уже перевалила отметку 7,7 миллиарда жителей. И, как говорят ученые, в ближайшее время порог 8 миллиардов будет преодолен. Понятно, что при такой численности населения остро встает проблема продовольственного обеспечения. Над этой проблемой сейчас работают лучшие умы человечества. И одним из вариантов решения этой проблемы явилась попытка создания аналогов мяса, то есть «Эртзацзаменители» — искусственное мясо. Над этой проблемой ученые работают уже десятки лет. И известно, что первый патент по искусственному мясу защитили американцы в 2001 году. С тех пор предпринимались неоднократные попытки по получению того или иного метода выращивания искусственного мяса, которые, разумеется, также запатентованы. В общем, над этой проблемой сейчас работают многие великие умы. Не остался в стороне и наш Казанский федеральный университет. В научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины начались работы по созданию искусственного мяса. Здесь пытаются культивировать искусственную говядину и искусственную осетрину. Для этого было создано ООО «Артмид», которое в данный момент является резидентом Центра нанотехнологии Республики Татарстан. Как делается искусственное мясо? Берется коллаген, берется подложка, которая может быть как растительного, так и животного происхождения, которая насыщается живыми клетками, которые необходимо вырастить, и питательным раствором. И происходит бурный рост клеток, которые могут в далеком будущем созреть искусственное мясо. Пока себестоимость подобного рода вещей очень высока. Для примера скажу, что первая выращенная котлета для гамбургера из искусственного мяса обошлась примерно в 1 миллион долларов. Конечно, за те долгие десятилетия, над которыми идет, в течение которых идет работа, все это производство, конечно, удешевлялось, но и в данный момент, например, наши ученые планируют получить мясо стоимостью в 10 тысяч долларов США. Но, опять-таки, прогресс не стоит на месте, и себестоимость производства искусственного мяса будет удешевляться и удешевляться. И наступит, может быть, когда-нибудь, может быть, мы застанем этот момент, когда себестоимость мяса, сделанного искусственным способом, снизится до приемлемых величин для промышленного производства и питания. И тогда многовековая проблема обеспечения людей продовольствием будет во многом решена. Поэтому хочется пожелать нашим ученым всяческих успехов на данном направлении. И замечательно, что Казанский федеральный университет включился в это движение и, возможно, с учетом нашего большого научного потенциала может сыграть здесь ведущую роль. Университетская клиника Казанского федерального университета провела прямую телетрансляцию из операционной в рамках ежегодной международной конференции Трек-2020 «Трансрадиальный эндоваскулярный курс». Впервые конференция, на которую съезжаются ведущие эксперты в этой области, проходит в Казани. С 23 по 25 января в Казани впервые состоялась крупная международная конференция медиков. Седьмой ежегодный «Трансрадиальный эндоваскулярный курс». В работе мероприятия приняли участие эндоваскулярные хирурги со всех регионов России, а также зарубежные гости – известные мировые эксперты в области интервенционной медицины. В рамках конференции действующим врачам было представлено оборудование, которое располагается в симуляционном центре Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. В последний день конференции участников в прямом эфире продемонстрировали операцию, которая прошла в университетской клинике КФУ. Врачи провели лечение миомоматки методом эмболизации маточных артерий. Их перекрывают специальным веществом. В итоге опухоль погибает всего за несколько часов. Как университетская клиника включаемся в онлайн-трансляцию и покажем свой опыт по эмболизациям маточных артерий у женщин с миомоматки с инновационными методиками, внедренными в нашей клинике. Это наложение, КТ-наложение изображения. Во время операции мы будем видеть компьютерную томографию, картинку уже, которая заранее была сделана. Тем самым мы снижаем лучевую нагрузку и расходование контрастного вещества, что положительно сказывается на здоровье пациента. Стоит отметить, что эмболизация маточных артерий – это малоинвазивный и безопасный метод лечения. Вероятность рецидива миома минимальная. В большинстве случаев сохраняется способность к естественным родам. Также после эмболизации не требуется длительного пребывания в больнице. Без наркоза, без разреза. И легко переносится пациентами, длится всего около часа. И пациент уже на следующие сутки чувствует улучшение. До эпохи активного развития эндоваскулярных технологий эта патология лечилась исключительно с помощью хирургических методов и часто требовала полного удаления матки. Сейчас подобные операции по эмболизации маточных артерий только набирают оборот, ведь для его проведения требуются высококлассные специалисты и полный комплекс специального оборудования. Все эти возможности вобрала в себя университетская клиника КФУ. Университетская клиника КФУ была образована в 2015 году путем объединения трех учреждений – Республиканская клиническая больница номер 2, больница скорой медицинской помощи номер 2, городская поликлиника номер 2. Мировой опыт медицинского образования показывает, что наличие университетских клиник является абсолютно необходимым условием подготовки врачей высокого класса. В нашей стране наличие клиники – это обязательное лицензионное требование для образовательных программ по подготовке врачей. В то же время для федеральных университетов это первый подобный опыт. Стоит отметить, что Татарстан стал пилотным регионом, где проходит апробация новых методов взаимодействия между университетом, обществом и медицинскими учреждениями. Спустя почти пять лет работы университетской клиники можно уже говорить, что наряду с высокими технологиями и научными исследованиями здесь сохранили и продолжают развивать систему оказания помощи населению в рамках государственных гарантий, а также вводятся новые высокотехнологичные методы лечения пациентов. Татьянин день. Студенты Казанского федерального университета по традиции отпраздновали в своем культурно-спортивном комплексе УНИКС. Тематикой праздника в этом году было 100-летие Татарской ССР. В этот же день, 25 января, в день студенчества, в культурно-развлекательном центре «Пирамида» из рук президента Республики Татарстан Рустама Мениханова, гран-при заключительного этапа республиканского конкурса «Студент года-2019» получил будущий политолог, студент Казанского федерального университета Камаледин Бабахонов. Татьянин день в Казанском федеральном университете традиционно отмечается с широким размахом. Тысячи студентов, преподавателей, гостей, а также именинницы Татьяны участвуют в работе творческих площадок и яркой концертной программе. В этом году праздник начался в ФАЕ КСК КФУ «Уникс». Темой стала знаменательная дата для республики – 100-летие Таи-СССР. Гостям праздника предложили вернуться в прошлое и поближе познакомиться с культурой и бытом Татарстана 20-х годов, испечь пироги, выпить ароматный чай и сплести узелок на удачу. Продолжилось праздничное мероприятие в Большом зале КСК КФУ «Уникс», где прошла насыщенная концертная программа с участием лучших творческих коллективов Казанского университета и приглашенных гостей. Открыл праздничный концерт первый проректор Казанского федерального университета Рияс Минзарипов. Наверняка многие из присутствующих сегодня в зале – это наши первокурсники. В связи с этим хочу поздравить их, вас, дорогие первокурсники, с успешной сдачей первой вашей сессии. Я надеюсь, что вы, дорогие первокурсники, с успехом вольетесь в научную, творческую, спортивную и общественную жизнь нашей альмаматор, и будете с достоинством нести звание студентов Казанского университета. С приветственным словом к студентам, сотрудникам и профессорско-преподавательскому составу также обратились почетные гости праздника. Министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев, первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов и президент Лиги студентов Руфат Киямов. Не обошлось без поздравительных слов от главной Татьяны Казанского университета. Татьяны Ларионовой, исполнительного директора некоммерческой организации Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ, заместителя председателя Государственного совета РТ. Ежегодно, 25 января, неизменно я поднимаюсь на эту сцену и неизменно признаюсь в любви своему любимому Казанскому федеральному университету. С праздником вас! Вечер был ознаменован еще одним важным событием в жизни университета, а именно подписанием партнерского соглашения между КФУ в лице первого проректора Реза Минзарипова и ресурсного молодежного центра в лице его директора Алексея Любцова. Соглашение станет основой для дальнейшего сотрудничества в вопросах реализации основ государственной молодежной политики, в том числе национального проекта «Национальная лига студенческих клубов», а также совместной организации и проведения конференций, форумов, круглых столов и других молодежных мероприятий. На празднике «Татьянин день» зрителям представили множество красочных и неожиданных творческих подарков от студентов, молодых вокалистов, танцоров, музыкантов и актеров. В этом году в концерте приняли участие не только коллективы КФУ, но и множество приглашенных гостей. Студенческий театр «Наизнанку к Ниту», Народный ансамбль «Дружба КГУ», ансамбль «Кавказского танца Кавказ Стайл», хор «Академия популярной музыки Игоря Крутого» и другие. «Татьянин день» в Казанском университете, как всегда, поразил своей массовостью и креативностью, а творческие студенты КФУ в очередной раз доказали, что не зря этот праздник считается символом студенческого братства и сплоченности. В день российского студенчества 25 января в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялся финал премии «Студент года Республики Татарстан-2019». В рамках премии студенты и студенческие коллективы вузов республики соревновались в 18 различных номинациях, главный из которых традиционно стал Гран-при. Шансы на победу вообще оценить невозможно, потому что действительно собрались очень сильные ребята в общественнике года. У нас просто это ребята, которые действительно работают на всю республику и выходят уже на федеральный уровень. Я представлена в номинации «Доброволец года». Шансы на победу у меня большие. Я уверена в своих достижениях, которыми я поделилась с членами жюри, в принципе, со своими друзьями. Соперников. Тут нет соперников, я думаю, все мы, тем более в нашей номинации «Доброволец года», все мы друзья. Все те, кто мои соперники, все они достойны. То есть номинации «Иностранных студентов». Ну посмотрим, кто победит, кто лучших лучших, как говорит наш организатор, вот победят скоро, известно будет. Я в номинации «Интеллект года». Надеюсь победить. Это мой второй год в том, когда я была в Гран-при, в этом году в «Интеллекте». Ежегодно студенты Казанского федерального университета принимают активное участие в республиканской премии «Студент года» и становятся неоднократными его победителями и лауреатами. Этот год не стал исключением. Так, в первой же номинации «Студенческая организация года» победу одержал тур-клуб «Альтер-эго КФУ». Иностранным студентом года также стала студентка КФУ Диляра Дамар. Магистр первого курса КФУ Тимур Хабибуллин стал победителем в номинации «Староста года». А лучшим студенческим проектом года была призвана дисконтная программа «Профкарты КФУ». Это лишь малая часть номинаций, в которых удалось победить студентам Казанского федерального университета. Долгожданным стало появление на сцене президента Татарстана Рустама Миниханова. Он объявил обладателя Грам-при премии «Студент года-2019». Заветная статуэтка и право на бесплатное обучение в любом вузе мира впервые достались иностранному студенту из Узбекистана, магистранту Казанского федерального университета, председателю профбюро, Института социально-философских наук и массовой коммуникации КФУ Камалидина Бабахонова. Спасибо большое, во-первых, Казанскому федеральному университету в лице команды департамента по молодежной политике. Лично проектору, изведилу Олегу Магединовичу за поддержку постоянную, директору, Александру Академию Гокурову. Спасибо большое в виде студентов в республике Татарстан, которая неустанно работает на благо стратегии молодежи и реализует молодежную политику. Спасибо, конечно же, молодому министерству. Я искренне признателен за вашу поддержку, потому что мы молодежь счастливая, счастливая молодежь, потому что у нас есть свое министерство не у пенсионеров, не у других категорий, а именно у молодежи. Это действительно радует и спасибо большое за эту поддержку. Итак, наше время подошло к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». Нашу программу вы также можете посмотреть на нашем сайте universmatri.ru, а также на нашем YouTube-канале. Всего доброго. Велопрограмму. Ильдар Каремов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова